Практически каждый, кто хоть как-то интересуется мобильными технологиями, знает, что такое Nexus. Они никогда не выпускались в качестве самых мощных устройств своего времени. Аппараты этого семейства всегда были менее мощными, чем флагманы. Но за счёт постоянных улучшений и обновлений Android оставались актуальными дольше, нежели флагманы UA-брендов. Потому что у нынешних флагманов новые версии Android выходят из витка, лишь в качестве жеста величайшего снисхождения. Вот так и получилось, что нехитрым способом Nexus и выделяются на фоне серой массы. Немного забегая вперёд, скажу, что у меня на руках последний аппарат из семейства Nexus, как таковых. Больше Nexus'ов не будет. Но появился пиксель с новой философией и новыми задачами. Но о нём как-нибудь в другой раз. Изначально смартфоны Nexus щеголялись субфлагманскими ценниками. Хотя в 2014 году Google вдруг разбушевался и замутил Motorola Nexus 6, который так и остался для нас чем-то неизвестным. В 2015 году Google решила не повторять своих же ошибок и обратилась к LG. За авторством которых, к слову, вышли очень успешные Nexus 4 и Nexus 5. Видимо, с намерениями вернуть бренду Nexus былую славу. Да-да, сейчас фанаты Samsung, iPhone, HTC, да и в принципе все начнут искромётно шутить касательно внешности Nexus 5X. Мол, что это за флагман с пластиковым корпусом? Не металлическим, не стеклянным, а пластиковым. Ну вот так, да. Конечно, понятно, в чём плюс такого решения. Пластик практичный и очень износостойкий материал. И весит он, конечно же, меньше, чем металл. Ну а в общем и целом смартфон оставляет приятные эмоции от использования. Эргономика продуманная и на высоте. Спереди дизайн смартфона кому-то покажется скучным, кому-то интересным. Мне лично он спереди нравится. Ведь круто, когда верх и низ смартфона одинаковые. Сразу такую, знаете, аккуратность придаёт. Хотя поначалу, конечно же, первый день путаешься, где верх, где низ, когда берёшь смартфон из кармана, например. Тут, кстати, один мультимедийный динамик, не два. Качество у него не сказать тупо выдающееся, хотя и на формах можно найти различные вкусности, которые, например, сделают вам мод на стереозвук. Но я считаю это лишним. Ну а в наушниках у смартфона никаких проблем с проигрыванием нет. Под сеткой мультимедийного динамика также расположен LED-индикатор, который сигнализирует о уведомлениях. Он яркий, имеет много цветов. Сканер отпечатка пальцев, который появился в смартфонах от Google впервые именно с этой моделью, расположен на привычном месте для Android-смартфонов сзади. Его диаметр достаточно большой, обрамление, так скажем, сканера немного выступает, и поэтому сканер просто найти на ощупь. Он крайне быстро реагирует на палец, и вам даже не нужно разблокировать экран. Просто коснулись сканера, и вуаля, смартфон готов к использованию. Также очень приятно, что в смартфоне установлен USB-C. Ну, очень хорошая штука. И ещё есть функция а-ля Always On. Это когда берёшь телефон в руку, загорается время уведомления. Белым шрифтом на чёрном фоне. Удобно, например, ночью посмотреть всё то же время или те же уведомления. LG является одним из крупнейших производителей телевизоров, мониторов и любых дисплеев на заказ. Поэтому для Nexus'а корейцы подобрали очень удачную матрицу. Пиксели на 5,2 дюйма, при разрешении Full HD не видны. Под любыми углами картинка читаемая и практически не теряет в цветах. А олеофобное покрытие хорошо борется со всякого рода загрязнениями. Ну что, поговорим про софт? Ну, на самом деле, тут говорить не особо хочется. Нет, тут нет никаких-либо наворотов, которые портят ощущение от использования. Напротив, тут всё очень здорово. Вот в данный момент на видео у меня установлен последний Android версия 7.1.1. И это очень круто. Вот вы знаете смартфон за плюс-минус 15 тысяч рублей на последнем Android? Вот именно. Таких нет. Вот бывает, когда всё работает как часы. И это из той серии. Ничего не виснет, не лагает. Всё работает так, как должно работать. Почему другие производители не ставят голый Android? Samsung, Huawei... ОСТАНОВИТЕСЬ! Перед тем, как мы начнём говорить про камеру, пару слов про производительность. Даже сегодня этого железа вполне хватает под такие игры, как, например, Real Racing 3 и World of Tanks и прочих. Я не совсем понимаю, куда гонятся производители смартфонов, каждый год улучшая процессор, например. Ребята, ну игр нет, которых бы загрузили эти процессора. Приложений тоже нет. Почему, например, не вложиться бы в аккумулятор? Я не знаю. В Antutu, кстати, смартфон набирает в среднем 65 тысяч баллов. Немного по сравнению с другими сегодняшними устройствами, но этого хватает с головой. Камера в этом Nexus шагает на новый уровень. Да, поначалу хомякам кажется, что мегапикселей маловато. И от 12-мегапиксельного сенсора не ждёшь ничего удивительного. Но значение имеет не количество, а качество. Обычная с виду камера оперирует пикселем размером 1.55. Крупные пиксели позволяют избавиться от замыливания в кадре. Может похвастаться апертура f2.0. Больше света, меньше шумов на фото. Лазерным автофокусом быстро наводится на объекты. И мощной вспышкой. И что круто, всё это слаженно работает на практике. Органы управления камерой упрощены до предела. Нажал, сфотографировал. Можно разве что активировать HDR, таймер или вспышку. Кстати, включить камеру из-за блокированного состояния смартфона можно двойным нажатием на клавишу блокировки. Запускается она за секунду примерно, то есть в кармане нажали, а потом достали смартфон и уже готова к фото-видеосъёмке. А оптической стабилизации, увы, в камере нет. Google утверждает, что при таких характеристиках сенсора с чёткостью изображения априори не будет проблем. Фотографирует Nexus 5 великолепно. Лазерный автофокус проворно отслеживает обстановку в кадре. А пересвет или наоборот тёмное время суток не становится для камеры преградой. С этим решает софт и фермерная фича HDR+. Видео Nexus снимает тоже очень хорошо. Да, конечно же бы не помешала стабилизация. Но всё же. Кстати, кому действительно интересно посмотреть на реальный тест в жизни камеры, могут посмотреть влог моего знакомого блогера. Там всё видео снято только на данный аппарат. Так что кому интересно, тыкайте на буковку I вверху справа и смотрите. Вообще я скажу так. За эти деньги это лучшая камера. В ней есть всё, кроме стабилизации. Суперфото, 4К видео, отличная фронтальная камера. Тоже, кстати, с поддержкой HDR+. В общем, не камера, а мечта. Это я серьёзно. Что насчёт автономности, то безусловно, такой дисплей нужно комплектовать аккумулятором ёмкостью минимум в 3000 мАч. Но и имеющимися 2700 мАч мой Nexus распоряжается вполне разумно. Автономность превосходит Huawei Honor 7, Sony Xperia Z5 и Samsung Galaxy Note 5. Видео с внутренней памятью 7 часов 50 минут, игры 4 часа, чтение 12 часов 30 минут. Пора делать выводы. Да, на момент выхода это был довольно спорный девайс. Но сейчас я, пожалуй, рекомендовал бы этот смартфон всем. Покупая данный аппарат, вы получаете свежий чистый Android без сбоев в работе, отличную камеру с фирменной технологией Google HDR+, которая делает просто великолепные фотографии, как в хорошем освещении, так и при плохом. USB-C, быструю зарядку, довольно хорошую автономность и сканер отпечатка пальцев. Из минусов скажу, что не хватает слота для флешки, потому как существует всего две модели на 16 и 32 гигабайта. Друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите об этом в комментариях. Мне очень будет приятно, если вы напишите, что я молодец, я досмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые интересные видео от нашего канала. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки, как всегда, в описании. Мы есть в Твиттере, в Инстаграме, во всех социальных сетях. И, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...